Больше бесплатных лекарств и медицинских услуг. С нового года в стране ввели систему обязательного социального медицинского страхования. Сейчас ее плюсы доступны всем казахстанцам, но только до 1 апреля. Как после этой даты не оставаться, не остаться за бортом и не платить за дорогостоящее лечение, расскажет Айгири Мукашева. Сделать табуретку или скворечник Берри Колбакиров может с закрытыми глазами. Мужчина вот уже 35 лет обучает этому школьников на уроках труда. Но в последнее время очумевые руки подводят, мучают боли в суставах, особенно на ногах. И каждый год остро необходима физиотерапия, иначе осложнения неизбежны. Не такой старый, что постоянно скорую, думаю, участкового врача вызывать, хоть и вызывал первое время. Не из-за сильных болей. В течение шести лет это под агромолизм. Но она, как я узнал, что это неизлечимо, просто обострение снимается. Одна радость, что с 1 января уже маленькая финансовая помощь государству, что бесплатная. Сначала даже не поверил, говорит Берри Колбакиров. Как обычно, взял с собой 400 тенге, столько стоит одна процедура. И требуется их как минимум 10. Получается, мужчина сэкономил 4 тысячи. Как и те, кто пришел за физиолечением с нового года. Бесплатным его сделала система обязательного социального медстрахования. Теперь тысячи людей смогут пройти физиотерапию без финансовых потерь. К слову, эти процедуры считаются одними из самых востребованных, говорят врачи. Это и простудные заболевания. Это заболевания опорно-двигательного аппарата. То есть боли в суставах, позвоночнике. Это и воспалительные процессы верхних дыхательных путей. Огромную роль в выздоровлении играет правильная реабилитация. Она необходима, чтобы жизнь после серьезных травм и аварий не стала мучением. Помогают массажи и лечебная физкультура. С внедрением медстрахования они тоже стали бесплатными. Сейчас плюсы нововведения доступны всем. Но это аванс от государства. И выдали его до 1 апреля. После бесплатной процедуры в рамках ОСМС получат только те, у кого есть специальный статус застрахованного. И отвечают за него как работодатель, так и подчиненные. Работодатель должен начислять у нас 2% от начисленного дохода. Наемный работник с нас будет удерживать 1%. Самостоятельные занятые – это 5% от минимальной заработной платы. 2651 – это где-то 31 тысяча тенге в год. Эти небольшие ежемесячные вложения дарят огромный пакет услуг, в том числе многомиллионные сложные операции и дорогостоящие процедуры. К примеру, МРТ, которая тоже вошла в перечень бесплатных услуг. По словам врачей, можно сэкономить до 55 тысяч тенге. До 1 апреля мы все условно застрахованы. Обслуживание получаем за счет накоплений прошлых двух лет. В североказахстанской копилке, к слову, почти 6 миллиардов тенге, а в республиканской – 250. К сожалению, этого пока недостаточно, чтобы в перечень бесплатных услуг включить и стоматологию. Возможно, в будущем ситуация изменится. Но только если отчисления будут делать все казахстанцы и своевременно. Стаж участия начинается уже с 1 января. Необходимо платить три месяца подряд, чтобы быть с 1 апреля участником этой посещи. В принципе, мы будем говорить о том, что поликлиника сейчас должна быть вся бесплатная. Кроме определенных профосмотров, справки по профосмотрам, вот эти будут у нас еще платные. Остальные все должны быть бесплатные. Для того, чтобы население получать это все, необходимо быть застрахованным. Уточнить свой статус можно в поликлинике, на портале ЕГОФ или на сайте фонда медстрахования. Агири Макашева, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК.